хотите узнать как защитить своих близких и укрепить здоровье всей семьи с помощью простых но мощных молитв и обрядов в этом видео мы поговорим о том как когда и как лучше всего обращаться к высшим силам чтобы ваши молитвы были услышаны и подарили вашим родным крепкое здоровье и защиту от любых невзгод мы раскроем секреты древних традиций и объясним как превратить обычные молитвенные слова сильнейшие берег для всей семьи оставайтесь с нами до конца еще впереди вас ждут советы которые могут изменить жизнь и сделать ваш дом по-настоящему защищенным молитва это мощное средство для укрепления духовного и физического здоровья который объединяет нас с высшими силами и наполняет дом особой энергией защиты и благополучия многие века люди обращались к молитвам в трудные моменты когда требовалась защита или поддержка особенно для самых дорогих для своей семьи молитва на здоровье семьи это не просто слова а мощный духовный ритуал который помогает установить связь с божественным обрести внутренний покой и защитить своих родных от болезней и бед молитва укрепляет дух помогает обретать уверенность завтрашнем дне и создают вокруг семьи некий защитный купол который оберегает от негативных влияний и каждый кто обращается с чистым сердцем и искренней верой может получить благословение для своих близких когда лучше читать молитву на здоровье семье это вопрос который волнует и многих ведь семье самое ценное что есть у каждого человека молитва за своих близких это способ защитить их помочь преодолеть трудности укрепить здоровье и обеспечить духовное благополучие существуют определенные моменты когда молитва приобретает особую силу и помогает максимально эффективно воздействовать на нашу жизнь и жизнь наших родных молитва это не просто ритуал это глубокое духовное действие которое требует осознание веры и правильного времени для его исполнения раннее утро от одной из лучших времен для молитвы на здоровье семьи в это время мы пробуждаемся наш разум еще чист и не загружен заботами и суетой предстоящего дня надо солнце только начинает восходить мы можем использовать эти первые минуты нового дня чтобы чтобы обратиться к высшим силам с просьбой о защите и благословение для своих близких именно в эти моменты наше сердце наиболее открыто для духовного общения осознание свободно от тревог и мыслей о предстоящих задачах молитва произнесенная утром помогает задать правильный тон дню наделите его положительной энергией и уверенностью что близкие будут безопасности тишине раннего утра когда мир только начинает просыпаться мы можем чувствовать особую связь с высшими силами а наши слова обретают силу способную проникнуть в самую глубину духовного пространства вечер перед сном еще одно мощное время для молитвы на здоровье семьи заканчивая день мы подводим его итоги осознаем все что произошло и обращаемся к богу к богу за защитой на ночь это время когда суета дня позади и все дела выполнены и можно посвятить несколько минут духовной практике чтобы защитить своих близких вечерняя молитва обладает особой силой потому что в ночное время люди становятся более уязвимыми перед негативной энергетикой в этот период тьма окружает нас и мы нуждаемся в свете божественной защиты которая будет оберегать нас и наших близких пока мы спим молитва перед сном помогает укрепить семейные связи создать атмосферу любви и гармонии дарить чувство покоя и защищенности наши предки верили что вечерняя молитва способна защитить дом от всякого зла что с наступлением ночи может проникнуть в него особенное значение молитва приобретает и перед важными событиями в жизни семьи будь то медицинская процедура начало нового проекта важный экзамен или переезд каждый из этих ситуаций связано с волнением и неопределенностью молитва в такие моменты помогает заручиться поддержкой высших сил получить уверенность и спокойствие которые так необходимы для успешного исхода когда мы молимся за своих близких перед важными событиями мы не только просим о помощи но и показываем свою заботу и любовь к ним что создает мощное положительное поле вокруг всей семьи молитва перед такими событиями помогает направить позитивную энергию создать условия для благополучного исхода и укрепить веру в то что все сложится наилучшим образом период болезни молитва становится настоящая поддержка и опорой для всей семьи когда кто-то из близких заболевает особенно если болезнь тяжелая мы чувствуем себя беспомощными и здесь молитва помогает преодолеть это чувство дает возможность сделать что-то важное и значимое для больного молитва укрепляет дух дает силы борьбе с болезнью помогает поверить в лучшее она действует на тонком уровне помогая и больному и его близким моменты когда медицина бессильна молитва становится источником надежды и внутреннего спокойствия люди знают что обращение к богу с просьбой о выздоровлении может творить чудеса и многие свидетельства подтверждают силу молитвы в исцелении важно не просто просить о здоровье но искренне верить в то что высшие силы услышат ваши слова и придут на помощь искренняя молитва за близкого человека способна принести облегчение а иногда даже полностью исцелить от болезни не стоит забывать и о важности церковного календаря и православных праздников есть особые дни когда молитва за здоровье близких обладает еще большей силой так как в эти моменты вся духовная энергия направлена на помощь и исцеление молитвы обращенные к святым считаются особенно действенными в дни их памяти например святой пантелеймон целитель один из самых известных святых которому обращаются с молитвами об исцелении дни его памяти или другие большие церковные праздники молитва за здоровье семьи становится особенно сильной так как в эти моменты небеса открыты для наших просьб и божественная помощь ближе чем когда-либо такие дни важно посещать церковь заказывать молебны ставить свечи за здравие своих родных и конечно же молиться дома молитва за здоровье своей семьи это не просто слова это особый момент единения с высшими силами когда каждое слово каждый вздох и каждый образ наполняется силой любви и веры молитва это возможность попросить о помощи для своих близких защитить их от всех бед и поддержать в трудные моменты для того чтобы молитва была по-настоящему эффективной важно не только ее произнести но и правильно подготовиться к этому процессу вложить в него душу и создать все условия для того чтобы она была услышана важно понимать что молитва это не магическое заклинание а искреннее обращение к высшим силам в котором каждая эмоция и каждое намерение имеет значение первое чего следует начать это создание подходящей атмосферы чтобы молитва была услышана важно сосредоточиться и отвлечься от всех посеведневных забот и проблем постарайтесь найти тихое и уединенное место где вас никто не будет отвлекать это может быть отдельная комната или просто уголок в доме где вы чувствуете себя спокойно и комфортно желательно чтобы рядом не было посторонних звуков и раздражающих факторов тишина помогает сконцентрироваться сосредоточиться на своих мыслях и на том что вы хотите сказать чтобы создать особое ощущение святости момента можно зажечь свечу свет свечи символизирует присутствие божественного света он очищает пространство создает атмосферу святости и уюта помогает сосредоточиться на главном и настроиться на общение с богом пламя свечи также помогает успокоить мысли его мерцание создают чувство защищенности и тепла когда место для молитвы подготовлена важно помнить что главное в молитве это искренность ваша молитва должна исходить из сердца неважно знаете ли вы текст молитвы наизусть или читаете его из молитва слова главное чтобы слова были наполнены искренней верой и любовью к своим близким не стоит переживать о правильности формулировок или о том как звучит ваша молитва бог услышит не только слова но и то что за ними стоит ваше чувство намерение и эмоции чем искреннее ваше обращение тем больше вероятность что она будет услышана молитве нет места формализму и равнодушию каждый ваш вздох каждое слово должно быть наполнено смыслом если вы чувствуете что хотите добавить что-то от себя не бойтесь это сделать молитва сказанная своими словами зачастую бывает даже сильнее чем текст выученной по книге главное верить в то что ваши слова достигнут цели еще один важный элемент подготовки к молитве это использование святой воды святая вода это мощное очищающее средство которое помогает настроиться на молитву прежде чем начать молиться можно сделать три глотка святой водички и умыть ею лицо это помогает очистить мысли избавиться от негатива который мог накопиться за день святую воду можно также использовать и после молитвы это помогает закрепить ее действия и создать вокруг себя и своих близких энергетическую защиту вода это символ чистоты и обновления использование ее в процессе молитвы помогает сделать обращение к богу более искренним и глубоким кроме того вода освещенная молитвы приобретает особые свойства и способна не только очищать но исцелять дарить спокойствие и укреплять дух во время самой молитвы очень важно визуализировать здоровье и защиту своих близких когда вы произносите слова молитвы представляете какого ваши родные окружены светом как они улыбаются как они счастливы и здоровы представляете как этот свет проникает в их тела исцеляет их и защищает от всего злого визуализация помогает усилить молитвенное обращение так как мысли материальные и ваше представление может помочь воплотить желаемое в реальность воображение и это мощный инструмент который помогает направить энергию в нужное русло когда вы представляете своих близких здоровыми и счастливыми вы создаете образ который помогает вам и вашим родным на тонком уровне этот образ становится своего рода энергетическим полем которое защищает и поддерживает их очень важен такой аспект как регулярность молитвы молитв за своих близких не должна быть только моменты когда что-то идет не так когда возникают трудности или болезни регулярная молитва помогает создать мощный энергетический щит который защищает семью в любые моменты жизни она укрепляет семейные узы помогает поддерживать гармонию и взаимопонимание в доме молитва это как разговор с богом каким любом разговоре важно чтобы он был регулярным когда мы обращаемся к богу только моменты трудностей условно забываем о нем когда все хорошо но если мы молимся за своих близких каждый день даже когда все идет прекрасно гладко чудесно мы показываем свою благодарность и любовь а также поддерживаем этот духовный контакт который так важен для защиты и благополучия семьи но не забывайте что молитва это не только слова но и действия если вы молитесь за здоровье своей семьи старайтесь сделать все возможное для того чтобы ваши близкие были здоровы заботьтесь о них проявляйте любовь и внимание помогайте в трудные моменты и поддерживайте молитва это мощное средство но она не заменяет действия она помогает направляет дает силы но важно и самим делать все возможное для того чтобы ваши близкие были счастливы и здоровы когда молитва сочетается с реальными действиями ее сила увеличивается в несколько раз есть несколько молитв которые можно читать чтобы защитить своих близких и попросить для них здоровья далее мы приведем наиболее известные молитвы которые вам нужно читать первая молитва это молитва господу о здоровье семьи и она звучит следующим образом господи всемогущий владыка неба и земли услышь мою молитву прошу тебя благослови мою семью здоровьем и крепостью отгоня от нас всякую болезнь и недуг дару силу телесную и душевную пусть свет твоей милости и защиты окружает нас каждый день сохраняя от всякого зла аминь эту молитву может стать как утром так и вечером просить господа защите и здоровье для всей семьи следующая молитва это молитва пресвятой богородицы звучит она следующим образом о пресвятая владычица богородица заступница наша и целительница прошу тебя покрой мою семью своим святым покровом огради от болезней и зла помоги нам трудные минуты укрепи наши тела и души пусть твоим покровом найдет найдем мы мир и здоровья аминь пресвятая богородица всегда считалась защитница семейного очага и обращение к ней в молитве помогает укрепить здоровье и обрести духовное спокойствие далее молитва святому пантелеймону и звучит она следующим образом святой великомученик и целитель пантелеймон услышь нашу молитву просим тебя даруй здравия моим близким исцели болезни и даруй крепости благополучия стань нашим защитником и наставником в пути к выздоровлению молим тебя покрой на своим благодатным благодатным заступничеством аминь вы знаете что святой пантелеймон один из самых почитаемых святых которому обращаются с молитвами об исцелении его помощь и заступничество особенно важны в моменты когда здоровье семьи оказывается под угрозой среди множества традиционных способов защиты семьи особое место занимает не только молитвы но и простые обряды которые способны подарить ощущение защищенности и духовного благополучия эти обряды помогают создать вокруг вашего дома и близких защитное энергетическое поле обеспечивающее спокойствие и здоровье вера и регулярное выполнение таких ритуалов помогают ощутить что высшие силы всегда рядом поддерживают каждого члена семьи первое это освещение дома это один из самых важных и действенных обрядов который помогает очистить ваш дом от негативной энергии и создать защиту для всех кто в нем живет святую воду считает одним из самых сильных средств для очищения и защиты освещение освещение начинается с того что нужно взять миску с освещенной водой пройтись по всему дому окропляя каждый уголок во время этого процесса прочитайте молитву отче наш это не просто механическое действие а каждое окропление каждый произнесенный слог наполняет дом светом и энергией защиты особенно важно окроплять углы дома потому что это считается что именно в углах скапливается негативная энергия эти места зачастую остаются не освещенными и не используются поэтому именно там могут накапливаться энергетические застои окропление святой водой позволяет разогнать эту застойную энергию и очистить дом превращая его в место наполненное светом и благополучием когда святую воду разбрызгивают по дому создается своего рода энергетический щит который не позволяет негативу проникать внутрь зажжение свечи перед молитвой также является мощным обрядом который помогает создать атмосферу святости и сосредоточенности церковная свеча зажженная вечером перед молитвой символизирует свет который изгоняет тьму очищает пространство и свеж освещает путь для молитвенного обращения когда свеча горит ее пламя будто разрезает пространство уничтожая любую негативную энергию которая могла накопиться в течение дня такой огонь символизирует чистоту ваших намерений и помогает направить вашу молитву в нужное русло горящая свеча во время молитвы усиливает ее воздействие создавая особую атмосферу наполненную благодатью и духовной силой свет свечи помогает сконцентрироваться ощутить присутствие высших сил и ощутить их поддержку важно чтобы свеча горела до конца молитвы так как ее огонь это связь между земным и божественным свет который ведет вас благополучию и защите еще одним простым но эффективным обрядом является наложение крестного знамения и окропление близких святой водой перед их выходом из дома это помогает создать защиту для ваших близких на протяжении всего дня в утренней суете когда все собирается на работу в школу или по другим делам важно найти момент и благословить своих родных для этого достаточно окропить их святой водой и наложить на на ней крестное знамение произнося следующие слова с богом в путь и в дело да будет тебе господи воля твоя эти простые действия помогает укрепить веру создать ощущение защищенности дарит спокойствие на протяжении всего дня такие обряды создают невидимый энергетический щит который защищает от бед негативного влияния и несчастных случаев важно чтобы это делалось с любовью и верой тогда каждый ваш жест будет наполнен особым смыслом и силы помните об этом и используйте эти практики ритуалы слова в своей жизни вы увидите как ваша жизнь изменится мы желаем всем вам благополучия изобилия достатка будьте здоровы и берегите себя обязательно ставьте лайк поддержите нас таким образом между нами происходит энергетический обмен заходите на наш канал нас на канале еще много важной полезной и нужной информации всех вам благ услышимся с вами же буквально следующем видео